МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качественные дороги приводят в порядок дорожное полотно на улице Печорской. Новое, современное и комфортное. В областном центре откроется второй вестибюль станции метро Алабинская. Представить проект по выбранному направлению и побороться за лидерство. В столице региона готовится к конкурсу лучший муниципальный служащий. От лихачества до лиха рукой подать. Как полицейские наказывают тех, кто неправильно управляет средствами индивидуальной мобильности? Его голос слышали миллионы. Он звучал на памятных мероприятиях и парадах Победы. В Самаре презентовали книгу о легендарном артисте Геннадии Матюхине. Еще одной отремонтированной улицы в Самаре станет больше. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок Печорскую. Однако немало помех создают припаркованные на обочинах автомобили. Проблему решают совместными усилиями районной и городской властей, Департамента городского хозяйства, при участии территориальных общественных самоуправлений, управляющих микрорайонами и советов многоквартирных домов. Остальные подробности в нашем материале. От борта до борта проезжую часть по улице Печорской приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работа организована от улицы Метерева до улицы Ивана Булкина. Этот участок пути протяженностью более 1 километра 300 метров давно нуждался в обновлении. За помощью в решении этого вопроса местные жители обратились к властям города. Жители Самары поддержали. К тому же учли предписание ГИБДД, прокуратуры относительно состояния автодороги. Основная сложность организации работ на участке, заключается в большой запаркованности обочин. В связи с этим приняли решение о необходимости усиления информирования местных жителей. Совместными усилиями городской и районной властей, Департамента городского хозяйства и экологии, председателей ТОСов и Советов МКД, а также управляющих микрорайонами, припаркованные на обочинах автомобили, были убраны их владельцами. В частности, в ночь с 30 на 31 мая был освобожден участок от улицы Авроры до 4-го проезда. И проведению ремонтных работ уже ничего не мешало. Как пешеход и как водитель дождались ремонта. Дорога была в ужасном состоянии. Ухабы были прямо вот не детские, достаточно серьезные. И машины застревали здесь. Я даже не говорю, что холод у нас открытый, вот без крышек, это уже сейчас вот прям беда общая. Но прям вот ямы проваливались. Хорошо, что город обратил на это внимание и включил нас в проект. И отремонтируем дорогу, потому что жители здесь, население очень плотное, движение плотное. Парковочные карманы необходимы нам. Надеюсь, следующий этап, если не запланировано в этом этапе, будем ждать парковочные места. Местные жители также отмечают, что важно помнить об инфраструктурной значимости дороги. Печорская ведет не только к жилым массивам, но и социальным учреждениям, таким как школы и два детских сада. Трафик на данной улице почти постоянно напряженный, еще и потому, что по ней можно выехать на улицу Авроры. Кроме того, Печорская частично разгружает Гагарина и Московское шоссе. Соблюдению технологий производства, работы и их качества в ходе обновления объекта уделяется повышенное внимание. В начале ремонта дорогу по Печорской фрезеруют. Всего около 10 тысяч квадратных метров. Больше половины уже сделали. Второй этап – это ремонт инженерных коммуникаций, включающий и поднятие люков-колодцев на проектные высотные отметки. Затем устройство высокопрочного покрытия асфальтобетонной смесью ЧМА-16 по всей ширине проезжей части. При необходимости отремонтируют съезды с дороги. Здесь большое количество. Это порядка 80 люков-смотровых колодцев и 9 решеток ливневой канализации. Люки смотровых колодцев в данном году используются с резиновой вставкой, а также с закрывающимся замком. Это гарантирует избежание звона колодцев после их ремонта, а также против вандальных действий или воровства крышек, которые мы видим, что в некоторых районах нашего города граждане практикуют такие ситуации, что создает, соответственно, аварийные ситуации на дорожной сети. К середине июня, если позволит погода, улицу Печорскую заасфальтируют. Затем будет выполнено кернение для определения физико-механических свойств нового покрытия. В лаборатории проведут испытания. Если все будет в порядке, то специалисты начнут наносить дорожную разметку. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Хорошая новость для пассажиров метрополитена. В первый день лета в Самаре с 6 утра заработает вестибюль номер 2 станции метро Алабинская. Пространство и два схода к нему комплексно отремонтировали и модернизировали. Таким образом, пассажирам станут доступны все шесть сходов. Это обеспечит удобный подход к станции и повысит безопасность дорожного движения. Светлана Тимофеева продолжит. Есть подъемники для маломобильных граждан у нас на станции. Сотрудники станции метро Алабинская и руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин обсуждают предстоящее открытие вестибюлю номер 2, особое внимание уделяя преимуществам. До открытия остались считанные часы. Напомним, станция Алабинская была запущена в эксплуатацию в феврале 2015 года. Но второй вестибюль пока был закрыт для пассажиров. В стране произошли существенные изменения в законодательстве, в том числе в сфере транспортной безопасности. Пришлось менять проектные и технические инженерные решения. Учитывались и санкционные меры. Заказчик и подрядчик справились. Здесь представлено самое современное оборудование по всем направлениям и по транспортной безопасности. Вы можете видеть совершенно новые металлодетекторы, интроскоп и совершенно новые камеры. Обратите внимание, над каждым ходом установлена своя камера. И по работе с маломобильными гражданами здесь установлены соответствующие подъемники. Сотрудники муниципального предприятия «Самарский метрополитен» всегда готовы оказать помощь в применении подъемных платформ. Для этого пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут нажать кнопку вызова персонала на входе в метро, после чего будет организовано сопровождение. Сейчас на Алабинской также установлены новые турникеты российского производства. Они с современным дизайном и функционалом, обеспечивающим оплату проезда. Таких турникетов на других станциях Самарского метрополитена еще нет. Огромный плюс всего этого комплекса в том, что обслуживающий персонал эти турникеты может дистанционно гулять за их работой. То есть здесь струнные средства диагностики есть. И не выходя сюда, можно, находясь в помещении удаленном, можно, в принципе, видеть, в каком состоянии находится турникет. В дирекции муниципального предприятия заверили, на станции в полном объеме реализованы все актуальные требования к обеспечению пожарной безопасности. В частности, источник возгорания может определяться автоматически. Все продумано в части управления на случай эвакуации пассажиров. Так, система дымоудаления и подпора воздуха обеспечивает эффективные условия для безопасной и своевременной эвакуации людей. С открытием второго вестибюля пассажирам станут доступны все шесть пешеходных сходов станции «Алабинская», расположенных на пересечении улиц Новосадовой и Осипенко. Они позволят не только обеспечить удобный подход к станции метро «Алабинская» со всех сторон перекрестком. Сходы повысят безопасность перехода через улицы Осипенко и Новосадовую. Откроется второй вестибюль утром 1 июня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Сотрудники ГИБДД продолжают проводить профилактические беседы с теми, кто неправильно управляет средствами индивидуальной мобильности. Как показал проведенный дорожными инспекторами рейд, многие нарушители просто не знают, что электросамокаты – это полноценные транспортные средства, ездить на которых нужно по правилам дорожного движения. Подробнее в репортаже Елена Чернявской. Полдень – загородный парк Самары. Пешеходов в парке, как всегда, много, а между ними снуют в обе стороны велосипедисты, самокатчики, скейтбордисты. На двух колесах кого только нет – курьера с квадратными сумками за спиной, подростки, лихачи. У входа дежурит наряд ДПС, увидев который одни предпочитают сразу свернуть, другие аккуратно спешиваются, третий так и гонит на электросамокате по зебре. Последние мгновенно попадают в поле зрения инспекторов, потому что по правилам так делать нельзя. В настоящее время на территории города Самары зафиксированы несколько дорожных транспортических происшествий с участием именно данной категории лиц, в которых участники получили различные степени тяжести. Поэтому данное мероприятие как раз и направлено на то, чтобы разъяснить лицам, управляющими средствами медиальной мобильности, определенный порядок и правила дорожного движения. За первый час рейда сотрудники полиции остановили как минимум пятерых самокатчиков-нарушителей. По правилам дорожного движения ехать на самокате можно со скоростью не более 25 км в час, а весить сам гаджет должен не больше 35 кг. Отметим, что все прокатные средства индивидуальной мобильности этим требованиям соответствуют. Вопрос только к технике, которая находится в личном пользовании. Антон приобрел самокат, недавно купил всю необходимую экипировку, передвигался по правой полосе дороги с разрешенной скоростью. Признается, что нарушать правила как минимум опасно для здоровья, а порой и для жизни. Очень важно соблюдать правила дорожного движения, которые уступили с 1 марта этого года. Это открывает новые возможности для данного вида транспорта. Для города в теплое время года это уникальная маневренность. Я водитель с 20-летним стажем, но я могу сказать, что с момента приобретения самоката я за рулем присаживался только один раз, когда мне нужно было перевезти какую-то габаритную историю. Для меня электросамокат сейчас является идеальным транспортным передвижением в городе. Чаще всего самокатчики проезжают пешеходный переход не спешиваясь, катаются парами, иногда едут на красный. Именно к личным самокатам сейчас больше всего вопросов сказали полицейские, подводя итог рейда. Именно они находятся в серой зоге. Что с ними делать – предмет дальнейшего обсуждения законодателей и экспертов. Елена Чернявская, Петр Пламеев, События. Как сделать работу эффективнее, улучшить показатели и стать лидером? В администрации Самары сегодня прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса «Лучшие муниципальные служащие органов местного самоуправления». Какие проекты представили участники и когда прозвучат имена победителей? Расскажем в сюжете. У них есть профессиональный опыт, желание двигаться дальше и делать свою работу эффективнее. В администрации Самары сегодня прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса «Лучшие муниципальные служащие органов местного самоуправления». Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу повышения престижа государственной муниципальной службы, разработки процессов привлечения на муниципальную службу молодых, перспективных, высокопрофессиональных специалистов. И наш с вами конкурс как раз способствует решению поставленной задачи. За победу в номинации «Лучший руководитель» борются шесть претендентов. Еще три участника за звание «Лучший специалист». Они уже выдержали первые испытания, прошли тестирование и представили свои конкурсные работы. Вопросы были по пяти направлениям. Это знание Конституции Российской Федерации, законодательство муниципальной службы о противодействии коррупции, русский язык и информационно-коммуникационные технологии. Среди претендентов на победу руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Она рассказывает о том, как снизить негативное влияние отрицательных новостных поводов и довести до жителей актуальную информацию, чтобы предотвратить возникновение фейков. Если создается информационный вакуум, то люди начинают домысливать, наши оппоненты начинают придумывать какие-то версии. И, как правило, население, если получает вменяемый от власти развернутый, понятный, спокойный ответ, то тревога не возникает и сценарий наружу у нас не возникает. Итоги конкурса объявят в понедельник на совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других темах этого дня. Жители России смогут чаще летать в Китай. С 31 мая крупнейший авиаперевозчик расширяет программу регулярных полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Со 2 июня частота рейсов в эти крупнейшие пункты КНР увеличится до 4 раз в неделю. На воздушной линии между Москвой и Пекином новый рейс появится по понедельникам. В Шанхай добавится дополнительный рейс по воскресеньям, в Гуанчжоу по пятницам. Таким образом, с учетом предыдущего расписания, рейсы в Пекин и Гуанчжоу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Шанхай по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в региональном правительстве. Пояс Пресвятой Богородицы одна из величайших христианских святынь. По преданию, Богородица сама его сплела из верблюжьей шерсти. Святыня передавалась с поколения в поколение, а с 14 века находилась в Константинополе, заключенной в Золотой Ковчег с царской печатью. В X столетии пояс был разделен на части, одна из них хранится на Афоне. В 2011-м его привезли в Россию, святыня посетила 14 городов, в том числе и Самару. В 2011-м году частицу пояса передали на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. В Самарской области выявили более тысячи новых случаев сахарного диабета. Около 700 тысяч жителей Самарской области, взрослых и детей проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Благодаря этому люди смогли вовремя начать лечение. Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительности жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественное новообразование, болезнь органов дыхания, сахарный диабет и диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии. Стало известно, какие площадки появятся на Волгофесте в этом году. Фестиваль пройдет с 13 по 18 июня на первой очереди набережной. По сообщению организаторов его главной темой станет любовь и ее проявление. Как рассказал основатель и продюсер фестиваля Михаил Савченко, стартом подготовки стал конкурс пляжной архитектуры. На данный момент получено уже около 100 заявок. В жюри приглашены именитые эксперты в сферах архитектуры и искусства из Самары, Москвы, Казани и других городов. В результате были отобраны три проекта. В этом году на фестивале появится площадка под названием «Скажи да». Она будет представлять собой свадебную арку в конце пляжа и станет главной фотозоной для влюбленных. По будням фестиваль будет работать с 16 часов, а 17 и 18 июня с 12 часов дня. 12 июня к Земле приблизится потенциально опасный астероид. Такая информация появилась в телеграм-канале Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша. Снимок получен 18 мая 2023 года обсерваторией Кубанского государственного университета. Как отмечают ученые, астероид 4884-53 пройдет на расстоянии 3 миллиона километров. Это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние до Луны. Пусть всегда будет детство. Фестиваль под таким названием пройдет в Самаре в Струковском саду 1 июня. Какую программу подготовили организаторы, узнали наши корреспонденты. На один день погрузиться в детство. 1 июня, в День защиты детей в Струковском саду, уже второй раз пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство». Его программа будет интересна не только малышам, но и их родителям. С 10 и до позднего вечера будет работать больше 30 фестивальных площадок. Ну, конечно, наверное, надо рассказать и о главной сцене. Здесь будут и спектакли, они такой космической тематики. Студия «Союз мультфильмов» специально готовит и подготовила, именно потому, что Самара космическая, столица России. Мы это всегда заявляем. Тайна третьей планеты. Здесь герои появятся. Много творческих программ, мастер-классов. Будет участвовать у нас киностудия имени Горького. Представит мастер-классы по созданию анимационных фильмов. Также гостей праздника ожидают интерактивные спектакли, игровые программы. Будут работать консультационные центры и творческие мастерские. На главной сцене покажут несколько спектаклей на космическую тематику. Зрителям представят фильм «Чебурашка» 2023 года. Фестиваль, на самом деле, будет интересен всем. То есть, это такое прям большое классное семейное мероприятие, где взрослые, причем взрослые все их поколения, они смогут прям прикоснуться к детству. То есть, тут и тайна третьей планеты. И в основном все герои, которых мы привезли, они все относятся к золотой коллекции. Тут будут и «Ну погоди, заяц с волком». И «Простоквашино». Причем «Простоквашино» мы подготовили целую деревню. Там будет такая большая объемная фотозона. Привлечет гостей фестиваля открытая площадка. Здесь с 11.00 до 20.30 будут представлены творческие программы от музыкальных, театральных и хореографических детских коллективов. Кинопоказы от фестиваля «Кино детям» «Детский КВН». У нас там будет несколько анимационных игровых программ от разных коллективов, которые подготовили специальную программу к празднику, который будет проходить завтра. Потом у нас на этой же площадке будет несколько детских театральных коллективов, которые тоже представили свои сказки для детей. То есть дети детям. Фестиваль начнется в 10 утра и завершится вечером семейной дискотекой. Диджеем выступит. Громозека. Прийти в Струковский сад смогут все желающие. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События. Столица региона активно готовится к Дню защиты детей. Напомню, в нашей стране его ежегодно отмечают 1 июня. Праздник пройдет во дворах, скверах и парках города. В начале месяца также отметят и Международный день настольных игр. Это хобби в последние годы набирает все большую популярность и находит настоящих фанатов. Как в век современных технологий настолки становятся синонимом живого общения, узнала Галина Топилина. Посмотрите на свои руки, что сейчас вы в них держите. Попробую угадать. Работа, учеба, документы, развлечения – все в одном небольшом устройстве. Активными пользователями гаджетов становятся и дети. Для них Всемирная организация здравоохранения установила допустимые нормы, которые рекомендуется без вреда для здоровья проводить у экранов. Свои нормы установил и Роспотребнадзор. Их превышение, по данным экспертов, может привести к физическим нарушениям и развитию зависимости. Для взрослых эксперты со всего мира сошлись во мнении, что экранное время вне работы желательно ограничить двумя часами. Но по статистике люди проводят в гаджетах минимум по 7 часов в день. Психологи отмечают, интернет-контент становится основной формой развлечения, а социальные сети заменяют живое общение. Иногда выходим на улицу, чтобы встретить все в телефоне все происходит у нас. Вся жизнь. Вся сейчас работа, к сожалению, уходит в соцсети, которая сейчас востребована. И общение меньше, и происходит это все в них. Важнейшей задачей ВОЗ считает увеличение физической, умственной и социальной активности за счет отказа от гаджетов. В современном мире настольная игра является прекрасной альтернативой гаджетам. Это способ живого общения как семьи, друзей, коллектива, так и незнакомых людей, раскрывающей черты характера человека, а также его способности. Игра является некой закрытой средой, в которой возможно контролировать то, что происходит на поле, и не так страшно принимать решения. Это очень подходит тем людям, кто подвержен тревожности, беспокойству, а также находится в депрессивном состоянии. Выбор настольных игр огромен, рассказывает ведущий подкаста о них Михаил Паричук. Этому хобби он уже отдал 20 лет, находился у самых истоков развития индустрии. Тогда не было ни специализированных магазинов, ни крупных издателей. В те времена казалось невероятным, что из кусочков бумаги можно придумать что-то интересное. Сейчас ты можешь найти настольную игру на любой вкус. Маленькую, большую, на историческую тематику, на военную тематику, про животных, про какие-то индустриальные темы, на ловкость, на логику, на сказочный сюжет, на детективный сюжет. Ну вот, то есть, просто кому что нравится, это позволяет собираться чаще там с друзьями, хотя бы ради того, чтобы во что-то поиграть, во что-то свежее. Ну и плюс они сейчас, конечно, прошли огромный эволюционный путь в плане и внешнего вида, и того, как в них играть, насколько это удобно, насколько это быстро, насколько это увлекательно. И, ну, это правда очень классная штука, которую вот стоит попробовать один раз, найти что-то свое, и это хобби, оно очень хорошо держит. Саша и Аня познакомились на одной из игротек. Чисто случайно нашла настольный клуб, очень стеснялась туда прийти, очень сильно, просто не очень люблю людей. Ну вот, пришла, по-моему, даже в первую партию он меня, собственно, и затащил, потому что игрока не хватало. Александр и Анна женаты 4 года. За это время они обзавелись внушительной коллекцией игр, под которую пришлось обустроить целую комнату. Супруги убеждены, настольные игры путь к взаимопониманию. И это прям в принципе помогло потом в будущем то же самое делать по отношению к другим людям. Общаться, рассказывать о своем хобби, узнавать об их хобби. Поэтому все-таки, наверное, коммуникальность. Все остальное это да, зависит от того, какая нас долга. Терпение, добавляет Аня. Сохранить лицо, не переходить на личности и все раз приоставлять на игровом поле. Есть игры с дипломатией, где надо договариваться, а есть игры без дипломатии. И одно дело, когда жена мужу говорит, я тебя кормить не буду, а другое дело, когда перед тобой сидит человек мало знакомый и начинает тебя прессовать в игре. Не нравишься. Без дипломатии. И вот здесь терпение не бросить в него фигурку очень важно. Ученые Стокгольмского университета провели эксперимент, в ходе которого люди от 5 до 40 лет на протяжении трех месяцев регулярно играли в настольные игры. В результате когнитивные функции мозга у них улучшились на 30%. Настольные игры не просто развлечения. Они развивают качества, которые пригодятся и за пределами игрового поля. И что немаловажно, помогают отвлечься от гаджетов. Галина Топилина, Петр Паломей, Константин Головин, Николай Сидоров События. Самарцам презентовали книгу об артисте Геннадии Матюхине. Церемония прошла во дворце детского и юношеского творчества, где в последнее время работал мастер художественного слова. Помогла выходу книги «Дагестанская община». Артист активно продвигал творчество знаменитого поэта Расула Гамзатова. Подробнее в материале. В ожидании презентации книги Геннадий Матюхин с ростки судьбы в фойе дворца детского и юношеского творчества собрались друзья, коллеги, почитатели таланта, писателя и его семья. Вдова Нина Анатольевна до сих пор не может поверить, что книга про ее супруга вышла в свет. Издатель обратился к ней через год после смерти актера. Я так опишула, конечно, сразу. Неожиданно получилось предложение. Но, видно, я так заволновалась, что он мне говорит, да вы не волнуйтесь. Спонсор есть, писатель есть. Уместить все, что он натворил, как творческий человек, трудно очень. Но, в общем-то, да, не все как бы вошло, но это было трудно сделать. А так все, все в основном этапы пути освещены. На мой взгляд, да, очень удачно получилось. Автор книги Владимир Плотников признается, когда он сел писать историю судьбы самарского народного артиста Геннадия Матюхина, то оказалось, что полноценного архива про жизнь и творчество актера нет. Приходилось собирать образ выдающегося человека по крупицам. Хотя они были друзьями и вместе сняли несколько художественно-документальных фильмов. Он вообще был очень активный человек, который откликался на любую струнку творческую. То есть, это был человек-камертон, абсолютно в разных ипостасях. Он мог... Вот, в книге-то я и постарался отразить Матюхина, который был известен каждому по-своему. Актер и режиссер Геннадий Матюхин в свое время возглавлял три драматических театра в губернии. Самарский, Тольятинский и Сызранский. При этом он продолжал оставаться настоящим человеком, рассказывают его друзья и коллеги. Он был добрый, ищущий, любящий свою семью, любящий свое дело. И друг замечательный он был. То он мог позвонить, говорит, Михаил Александрович, ну как, конечно, встретимся, поговорим, обдумаем, сделаем. Многие горожане знают Геннадия Матюхина по его знаменитому голосу. Именно он звучал во время всех памятных мероприятий у горельефа «Матери Родине» на площади Славы. Он неоднократно вел парады на площади Куйбышева. В этой роли его называли Куйбышевский Левитан. Геннадий Матюхин окончил Куйбышевский институт культуры, потом начал там преподавать. Его ученик Александр Бригаднов говорит, что маэстро был для всех не просто учителем, а скорее другом. Делился самым ценным в жизни. Он меня научил добиваться своих целей. Четко их ставить, вижу цель, не знаю препятствий и иду до конца. Он и сам так шел. На таран всегда. Много у нас с ним было историй, характер был такой непростой. Он ничего не боялся в жизни. И это очень важное умение. В жизни самарского актера с большой буквы было еще две любви. Долгие годы он возглавлял Самарский литературный центр Василия Шукшина и активно продвигал творчество знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Друзья и поклонники в долгу не остались. Помогли выпустить книгу про Геннадия Матюхина. На этот вопрос можно ответить словами самого Расула Гамзатова. У него есть такие слова. Без дружбы погиб бы мой малый народ, великий лишь тем, что любовью живет. Нам верная дружба и песня о ней ценнее, чем воздух и хлеба нужнее. Из 75 лет своей жизни Геннадий Матюхин более полувека отдал творческой деятельности. Последние годы занимался с молодежью во дворце детского и юношеского творчества. Оригинальная презентация книги о нем прошла с их участием. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В день проведения музыкального фестиваля Юрия Башмета 1 июня усилят работу общественного транспорта, сообщают в телеграм-канале городской администрации. Фестиваль пройдет в амфитеатре на склоне площади Славы, начнется в 20.00 и завершится в 22 часа. По окончании мероприятия подадут дополнительный подвижной состав. 10 комфортабельных автобусов будут ожидать пассажиров с 22 часов на улице Самарской. В границах улицы Ярмарочной. Как сообщает городской департамент транспорта, автобусы маршрутов 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47 и 50 проследуют со всеми остановками. Время работы основных маршрутов будет продлено до 22.30. С 1 июня в Самаре начнет работать новый льготный автобусный маршрут номер 83, сообщают в телеграм-канале городского Дептранса. Он обеспечит транспортную доступность поселка Жигулевские сады. Стадиона Солидарность, Самара-Арена и Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В прямом направлении автобусы проследуют через улицы Ташкентскую, Московское шоссе, Дальнюю, улицу Арена-2018, Второй проезд. В обратном направлении через улицу Арена-2018, Восьмой проезд, Девятый проезд, Двенадцатый проезд, Московское шоссе и улицу Ташкентская. С 6.00 до 22.00 на маршруте будет работать четыре автобуса. Интервалы движения составят 15-20 минут. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии объявили конкурс на лучшее название деревянной скульптуры. Одну из полян парка облюбовало целое семейство зайцев. Фигуры выполнены при помощи техники резьбы по дереву. Мастером Сергеем Ключниковым. Теперь скульптурной композиции предстоит дать имя. За лучшее название победитель получит четыре билета на аттракцион колесо обозрения в парк имени Юрия Гагарина. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Ответы нужно оставлять под постом в телеграм-канале. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok